Приветствую вас. Наибольший интерес для меня в этой вашей ситуации, наверное, представляет последнюю празу. Это то, что вы пишете про своего мужа, что он говорит, что не хочет, чтобы вы с этим жили. Наверное, это будет вам неприятно, но я так, лично я воспринял эту фразу, как по сути признания в измене. То есть, мужчина вам практически откровенно признает, что изменил. Другой вопрос, что вы будете с этим делать? Дальше. Что лично вы делаете здесь, скажем так, себе во время. Вы ставите как бы в зависимость свои надежды, в основе которых лежат ваши желания. И логику своего мужа. То есть, по сути, лишь идет о том, что вы зависимы от своего мужа. Зависимы от него. Вот как он будет себя вести, к примеру, так вы и будете себя, грубо говоря, чувствовать. Ну, вряд ли, вряд ли для вас в этом есть что-то хорошее. Вряд ли. Давайте будем честны. Поэтому очень важно понимать, какие у вас имеют место быть желания. Да? Какие у вас будут иметь место, какие у вас имеют место потребности. То есть, вот, что лежит в основе надежды, да? Какая потребность лежит в основе вашей надежды. Что это за потребность. Вот. И как-то двигаться в сторону того, чтобы не нуждаться вот так сильно, как вы нуждаетесь в этом. Сейчас не нуждаться так сильно в этом. Потому что у мужа может быть своя логика, у вас может быть своя логика. И ставить в зависимость. Себя. От логики мужчины, да? Да и, честно говоря, кого угодно вообще. Ну, далеко не лучший вариант. Скажем честно. Итак. Теперь давайте разберем ваш непосредственно текст. С мужем живем раздельно четыре месяца в среде того, что подала на развод, но потом поняла, что поступок был импульсивным и поспешным. У поспешного и импульсивного, как вы говорите, поступка есть причина. Практически всегда. И вам в первую очередь нужно сосредоточиться на том, что это за причина. Что за причины смотивировало вас на то, чтобы подать на развод. В первую очередь. Ведь это шаг достаточно важный, серьезный. И если вы на него пошли, ну, наверное, что-то вас к этому сподвигло. Вопрос только, опять же, заключается в том, что именно. Потому что вы об этом ничего не говорите. Хотя... Момент этого очень и очень... Как бы... Очень и очень важный. Вот. Дальше. Идем. Значит, позалел и попросил возобновить отношения. Ну, опять же, да. А какие проблемы? А какие проблемы у вас в отношениях? Намечали... А, ну, были. Самые же там... Проблемы... Ну, в любом случае... Ну, не исчернут. Да? Оттого, что... Вы... Пожалели, например. Вот. И оттого, что вы... Ну, решили... Отношения возобновить. Скажем так. Вот. То есть, это... Такой очень важный... Очень важный момент. Важный элемент, я бы сказал. Вот. Поэтому тут... Вам на это нужно обратить своё... Своё внимание. Дальше. А, значит... Так. А... Пожалел и попросил возобновить отношения. Ну, о чём пожалели? А, для чего попросили возобновить отношения? Мы вместе решили подумать ещё. И официального развода не произошло. Опять же, подумать о чём. Муж долго переживал, но говорил, что мы не сможем уже быть единым целым. Начал пить и тусоваться. Ну, это вообще, так говоря, похоже, как раз таки, на чувство вины перед вами. То есть, такое... Вот такое вот... Поведение виноватого человека, который себя очень сильно винит за что-то. Либо наоборот, который с вами чувствовал себя крайне-крайне свободно, а вот... Значит... Ну... Сейчас, да, как раз таки, как раз таки... Почитал себя... Там... Великолепно всё. Вот... Грубо говоря, и... Там... И начал... И начал... Пытаться... Ну, восполнить, грубо говоря... Пытаться восполнять... Всё... Всё, что... Там... Ну, недополучил... Скажем... Скажем... Скажем так... Вот... Такая вот история... То есть, тут опять же... Вопрос... К вам... Дальше... Я просил они уходить и восстановить отношения и поработать над ними. А какие проблемы у вас в отношениях, что вы просили поработать над ними? Над чем вы просили поработать? А... Опять же... Хочет ли муж работать? А... Месяц назад муж попросил развод, но у нас есть незавершённые дела финансового плана, поэтому решили с разводом подождать до разрешения всех дел. Опять же, кто мы? То есть, вот... Вы, он... Кто мы? Я прошу мужа не торопиться... О... Врешенном разводе, и муж стал груб... Посоветовал обратиться к врачу. Ну, это агрессия с его стороны, в ответ на ваше давление. Мне... Мне было обидно, но виду не подало. Чем вас обидело это? Как? Почему не подало виду? Я писать первое перестал, она начала потихоньку отпускать его мириться с тем, что произошло, но через четыре дня мышь... Так... Начала потихоньку отпускать его мириться с тем, что произошло. А как именно вы начали его отпускать и как именно вы начали мириться? Через четыре дня мышь написал и извинился за низкий поступок и за то, что ушёл от меня. Опять же, здесь чувство вины. Я решил, потому что он не объясняет, что не объясняет, что сподвигло его так поступить. Да, просто как бы извиняется. Я решил не отвечать, но в следующие три дня он пытался звонить писать, скидывал мне все наши песни и выложил заметных фото с этой сеть. Ага. Что-то как-то вот... Мужи обращают, получается, да, из одной украинности в другую. Качели такие. Я решил спросить, хочет ли он быть вместе. Ну, я не могу сказать, что вы поступаете как-то необычно. Я могу сказать, что, на мой взгляд, вы поступаете как бы... Ну, достаточно классическим образом. Вот. Но от этого этот классический образ, классический способ, ну, он не более правильный. Он становится более правильным. Поэтому, к сожалению, всем это связано. Дело в том, что... Спрашивая своего мужа о том... Ну... Ну... Ходите ли... Хочется он быть местом? Сам он. Вот. Когда вы так делаете, вы апеллируете к вашим отношениям... Как мужа и жена. А... А... Но... Понимаете, какая штука. Это не очень полезно для отношений... Которые... Ну, уже... Переживают какой-то вот негатив. Да? Крупа-кабара. Вот. Такая вот история. Дальше. Идём. А вам желательно... Обращаться... К... М... 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 Более... Таким... Личностным... Моментам. Да? То есть... Ну, более... Личностная такая история. Чтобы... Чтобы... Вы... Как-то... А... Оперировали к тому, что у вас общая. К тому, что у вас... Ммм... Объединяет. Понимаете? Какая... Э... Какая штука. Это очень важно. Вот. Очень важен этот момент. А вы здесь как-то посыти... Вот... Делаете упор на... Ваше отношение как вот... Пара... Как пара. Дальше. А... Значит... Смусь ответил, что он скучает. Несмотря на это, быть вместе просто не сможет. Что у него... Что у него иногда ко мне ненависть, иногда накапывает. Засем ненавидеть не знаю, точнее не стало. Почему? Это же важно. Но... По общему... По... По общему... Правилу ненависть возникает тогда, когда... Один человек существенно посягает на... Гармонию и спокойствие другого человека. Я скучаю по нам сильно, пишет Тонно. Вернуться не могу. Я знаю, что до него скорее всего была девушка. Но не знаю, продолжать ли общение с ней сейчас. Ну, опять же... Как бы, при чем здесь это? На прямой вопрос... У... 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 Так все. Все понятно. У него был... Скорее всего, кто-то был... Здесь, понимаете, вы не доверяете сами сам себе. Вот в чем... Проблема. Ещё я написал ему, что если причина его невозврата ко мне в его изменит, я смогу пережить, простить ему это, если измена была, и жить с этим дальше. Ну, с одной стороны это хорошо, с другой стороны я не вижу какого-то вот акцента на проблемах, который ко всему этому привели. Этого акцента как будто бы нет, а это важно. И без решения проблем, в том числе и с вашей стороны, ну, ничего не будет, ничего не получится. Настой раз видела, что не готов, чтобы ты с этим жила. Ну, по сути, это признание. Как вы оцениваете данную ситуацию? Как то, что между вами есть проблемы, то, что вы не доверяете себе. Оба. Но помыть можем мы вам, Елена, как-то вот больше доверять себе и как-то вот разобраться в себе. Чего же вы хотите, чего вы нуждаетесь со своими внутренними противоречиями? Почему, например, вы подаете на развод, а потом жалеете об этом? Как бы обвиняете себя в том, что совершили импульсивный и поспешный поступок. Вот. То есть, грубо говоря, у этой ситуации есть некий, ну, бэкграунд. Понимаете? Вот. В этой истории. Так же есть ощущение, что вы в развод вкладываете определенный, ну, вот, определенный свой смысл. Понимаете? А какой смысл? То есть, что для вас, ну, вот, что для вас означает развод? Ну, вот. Не очень, к сожалению, ну, не очень, к сожалению, понятно. Вот. Такая вот история, опять же, как я и говорил, Елена, что ложные надежды – это ваши жила. Да, не, и с ними, как мне кажется, ну, идеально, идеально познакомиться поближе. Вот. Понимаете? Такая штука. Такая вот история. На этом все. Ситуацию можно оценить как проблемную, требующую психологического консультирования и помощи вам обоим, но поскольку обращаетесь вы, то преимущественно вам. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего, всего вам самого доброго и удачи.